Аисты зачастую селились рядом с человеком. У них длинные обнаженные ноги, покрытые светлую кожей. Аисты ловят змей, ящериц и лягушек. В связи с этим о происхождении аиста в Восточной Европе сформировались такие мифологемы. В Белоруссии, на Украине, в Польше и северо-западной Болгарии связывают происхождение аиста с человеком. Однажды бог дал человеку мешок с гадами и велел бросить его в море или занести на высокую гору, но человек из любопытства развязал мешок, и вся несисть расползлась по земле. В наказание бог превратил человека в аиста, чтобы он собирал и уничтожал змей, лягушек и ящериц, очищая от них землю. Со стыда у аиста покраснели ноги и нос. Азат подчернел от того, что рассерженный бог отхлестал аиста прутом, огрел раскаленным железом или толкнул в грязь. Поляки рассказывают также, что в аиста был обращен косец в жилетке, у которого перед Христом спали штаны. Косаева превратилась в клюв, а с жилеткой сравнивают черно-белую окраску этой птицы.